Вопросов к ресурсникам сегодня действительно много, их мы зададим нашему гостю. У нас в студии руководитель пресс-службы Кировского филиала Т-Плюс, Олег Прохоренко. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. По перекрестку Некрасова и Чапаева там полетела задвижка. Насколько мне известно, есть данные, что и три года назад там были какие-то проблемы. То есть, меняли что-то другое? Почему это случилось? На самом деле, сам по себе сегодняшний инцидент, он не столь велик. То есть, это была отпайка, на которой запала задвижка. Но для того, чтобы эту задвижку поменять, то есть, она не ремонтопригодна прямо на месте. Ее нужно убрать, поставить новую. Пришлось отключать целый большой микрорайон, отключать магистральную трубу, сливать этот теплоноситель. И самые свежие данные, вот на данный момент уже потребитель начинает подключаться. То есть, в первую очередь, там и объекты социальной сферы. Сейчас тепловая инспекция отрабатывает и жилые дома. Соответственно, управляющая компания и слесарь начинает включать дома. То есть, мы планировали до 7 часов завершить все и подать теплоноситель, даже чуть раньше. У меня единственное, что обращаюсь к тем, у кого еще к ночи такие батареи не начнут теплеть, не прогреются. Сразу же обращаться или в управляющую компанию, для того, чтобы слесарь оперативно пришел, открыл вентиль. Если нет связи с управляющей компанией, писать на сайт hotwaterkirov.ru. И, соответственно, мы уже берем в работу. То есть, у нас дежурные будут отслеживать такие обращения, смотреть, какие дома, почему, по какой причине включились, и сами выходить на управляющую компанию. Ну хорошо, а как же гидравлические испытания в этом году? То есть, не проявлялись дефекты? В данном случае речь не о дефекте на трубопроводе, речь о задвижке. Задвижка – это вентиль. То есть, вентиль, в любом случае, он сегодня работает, завтра может выйти из строя. Здесь гидравлическими испытаниями его не испытать. Его нужно регламентированно раз в какое-то время менять. Ну, условно говоря, как кран дома. Он может потечь в любой момент. И не знаешь, пора его менять или нет, пока он не потечет. Вот такая история. По другому материалу тоже, может, прокомментируете? Люди жалуются, что в квартирах отопление есть очень минимальное. Я увидел только не целиком его, к сожалению. Единственное, что могу сказать, эти сети, Кудшо-3А, по-моему, да, думал, звучал. Эти сети переданы городом. Ну, то есть, компания «Лепси-сеть» передала их городу уже в отопительный сезон. Город, соответственно, 31 октября распоряжение передал нам в управление. И мы сейчас там очень большой объем работы уже сделали. И на самом деле маленькую и даже такую био, как это сказать, нехорошее слово экологическую катастрофу вызвали. Да, тем, что у нас река Люльченко, которая не замерзала годами, после того, как мы там сети поменяли, на улице Кирпичная, Ярдякова замерзла, и уткам некуда деваться. Это с чем связано? Это связано с тем, что те протечки, которые были на сетях «Лепси-сети», наконец-то... А, из протечек? Да, и эти сети мы обязательно тоже, и по Куршо, это тоже сети «Лепси-сети» обязательно приведем в соответствие. Но у нас не было даже лета, то есть, это уже начало ноября, это пятийный сезон. Там нужно действительно менять достаточно приличные объемы, и под это необходимое средство, силу и самое главное время. То есть, зимой мы менять их не можем. И приходится, к сожалению, там и извиняться перед жильцами где-то дополнительно. Ну, плюсом еще вот по таким домам, особенно старым домам, есть большая проблема. Это дома не промываются должным образом. И даже если мы подаем большим давлением, хорошей температурой, к сожалению, либо это теряется все в тепловом узле, либо батареи не прогреваются должным образом, как раз из-за того, что они слишком много накипят изнутри. А сколько таких домов, проблемных домов на данный момент, по вашим данным, есть какие-то проблемы с отоплением? У нас не так много этих домов. Сейчас, если в пиковый период к нам на hotwaterkirov.ru эту информацию получает директор филиала, директор ПТК, диспетчеры, все ответственные лица и тепловая инспекция. И отрабатываем по каждому адресу. Если в пиковое время, в момент запуска тепла, там было более 200, то сейчас это буквально 6-7 дней. То есть, обращение немного, большая часть обращений связана с текущими ремонтами. Мы ежедневно 10-15 дефектов устраняем на сетях. То есть, утром отключаем, вечером включаем. Больше 12 часов никогда не бывает. И фактически люди даже не замечают, что у них батареи ненадолго остыли и снова нагрелись. Но там, где пропадает горячая вода, люди начинают писать. Мы отвечаем, что это по причине такой-то плюсом. Сейчас у нас самый главный, наверное, не считая сегодняшнего инцидента, на самом деле, самое главное мероприятие – это проверка сетей уронином, зеленой водой. Что она показывает? Она показывает утечки там, где есть… Сетевая вода смешивается. Да, там, где смешивается сетевая вода с водопроводной, с водой, которая нагревается в теплообменниках. Это может быть неплотность теплообменников как на ЦТП, так и в жилых домах. И у нас из… Нынче, на самом деле, очень немного выявляется. То ли… Ну, на самом деле, жители, как правило, пишут в соцсетях всегда, да, если у них вода позеленела. В этом году меньше такой информации. 11 обращений за неделю – это очень немного. 8 утечек мы нашли с выходом воды на поверхность. Но это показывает… Если в предыдущие годы было до 113, то здесь за неделю… Но у нас еще неделя впереди. Мы надеемся, что еще найдем и устраним эти места. Но пока немного, честно говоря. Вот еще одна приятная для вас, наверное, статистика. Мы сегодня спросили кировчан, тепло ли у вас дома. Подавляющее большинство, 88%, отвечают «Да, тепло». 13% мерзнут. Но есть другие вопросы. Кировчане сегодня жалуются на чрезмерно высокую плату затопления. В сравнении с прошлым годом разница бывает в 2-3 тысячи. Мы еще до консессии не дожили. То есть, с чем это может быть связано? На самом деле, и консессия – это тут вообще… Ну, это понятно, что… Потому что сейчас, ну, как раз на этой неделе заявлял глава администрации, что не будет повышения больше, чем… Ну, хорошо, это отдельный вопрос. Почему? Что происходит? В любом случае, вот смотрите, есть объективный прибор учета в каждом доме. Если он поверен, если не поверен, там, ну, насчитывать будут по нормативу, и нужно следить, и управляющую компанию, как бы, заставлять, чтобы она следила и поверяла прибор учета общедомовой вовремя. Этот прибор, он учитывает количество потребленной домом энергии, тепловой. И эти данные передаются, соответственно, в энергосбыт для начисления платы, делится на квадратные метры, потребленное тепло. И здесь это физически нельзя там в большую или меньшую сторону изменить. То есть, по факту, как было, как есть, так и из-за этого страны. На самом деле, это может быть… У нас не было пока и морозов сильных. Да, то есть, физически тепла мы потребляем там за октябрь совсем немного, за ноябрь там чуть больше. Я думаю, что за декабрь, ну, сейчас морозы пришли, еще повысится плата. Возможно, это… То есть, с каждым случаем надо разбираться отдельно. Да, возможно, это как раз неповеренные дома. Или есть какая-то проблема там с потерей тепла. Уже внутри дома. Уже вышло, я думаю, что в каждом… Я хочу, если можно, поздравить своих коллег, всех энергетиков, всех, не только компаний «Топлюс», «Кировэнерго», «Горэлектросеть». В ближайшую субботу будет день, самый короткий день в году, самая длинная ночь. И в этот день все энергетики празднуют свой праздник профессиональный. И желаю вам оптимизма, счастья, здоровья. И чтобы всегда все у вас спорилось, поменьше нештабных ситуаций. Мы вас тоже поздравляем. И тоже поздравляем всех «Кировчан». И чтобы, главное, никто не мерзл у нас в этом году. Ну а мы продолжаем.